Марина Изотова на велосипеде катается в свободное время. Обычно ездит на близкие расстояния. Но сегодня с племянником они преодолели большой путь от Заречья до бульвара Вали Максимовой. Заранее продумали весь маршрут с пешеходными переходами. Сегодня у нас были очень такие впечатления позитивные, когда мы ехали по мосту и под нами была река. Это просто вообще такой подъем душевный, зелень кругом, так здорово, прохлада от реки. Поэтому даже само добирание сюда было такое значимое для нас. А добирались в Бичане на велокросс, на который мог прийти любой желающий, чтобы поднять спортивный дух и проехать несколько кругов по парку не на скорость, а на внимательность. Участвовали в мероприятии как взрослые, так и дети. В нашей шеренге был человек военный. Он показывал ребятне, как себя вести в шеренге. Также поднимал у них военный дух. Ну и чтобы в дальнейшем они представляли, как и что военные жизни, скажем, представления имели. Ну, хотелось бы, чтобы побольше народу собиралось. И как бы, чтобы поинтереснее была полоса, препятствия была, что-нибудь еще было. И на большое расстояние хотелось бы, чтобы вот так движение было. Такое мероприятие проходит второй год. Его организаторы – народная дружина, бийская епархия, военно-патриотический клуб «Русь», школа номер 8 и госавтоинспекция. В рамках профилактического мероприятия «Юный велосипедист» мы хотели напомнить в первую очередь это детям и взрослым о правильном управлении велосипедом. То есть это обязательно, чтобы родители научили своих детей, что когда мы переходим проезжую часть, нам обязательно нужно спешиться с велосипеда и перевозить уже велосипед, держа его в руках. То есть когда мы переходим дорогу, мы становимся пешеходами. Кроме того, участникам мероприятия напомнили, что дети от 7 до 14 лет должны передвигаться исключительно по велосипедным, пешеходным дорожкам и тротуарам. А еще пришедшим раздали специальные буклеты, в которых указано, что передвижение должно быть в экипировке и с присутствием светоотражающих элементов в ночное время. Алена Кисеева, Илья Питков, Будни.